Талант, он как драгоценный камень. Его не только нужно обнаружить среди повседневности, но и умело огранить. На это направлена система внешкольного образования, которая функционирует уже 95 лет. Как повысить ее эффективность, обсудили на международной научно-практической конференции. В нашей области в сфере дополнительного образования работает более 3000 педагогов. Татьяна Пенькова в этом году стала победительницей всероссийского конкурса. Ее ансамбль «Огоньки надежды» за последние три года получил 18 гран-при. Секрет успеха в особом отношении к воспитанникам. Мы каждый день собираемся тут. И несмотря на, например, нам говорят, репетиция в три, мы можем собраться и в 12, и в час, чтобы вместе посидеть, больше времени провести вместе. Расговариваем обо всем. Тоже самое студентка Станиславная. Она нам с самого начала говорила, что один ансамбль – это одна семья. Перспективы дополнительного образования обсудили почти три сотни специалистов из десяти регионов страны, а также их коллеги из Белоруссии собрались, чтобы поделиться идеями. Кто-то принимает участие заочно, опубликовав работы в сборнике. Дополнительное образование объективно, нестандартизируемо, оно безбрежно, потому что, смотрите, в свободное время я сам выбираю, что мне нужно дополнить в своем развитии, что мне не хватает, а не чиновник или кто-то другой. Важно отметили собравшиеся, чтобы между теоретиками и педагогами, воплощающими их идеи на практике, был налажен конструктивный диалог.